27 и 29 сентября состоится премьера спектакля Мистер Икс в музыкальном театре. Поэтому у нас совершенно особенные гости сегодня. Заслуженная артистка Кубани, ведущая солистка музыкального театра Карина Петровская и заслуженный артист Кубани, ведущий солист музыкального театра Сергей Тесли. Доброе утро! Доброе утро! Во-первых, спасибо огромное, что пришли. Понятно, что премьера сейчас наверняка репетиция активна, да, полным ходом, постоянно. Вот, насколько нам известно, это уже пятая постановка Мистер Икс на сцене театра. В чем особенность именно этой постановки? Особенности? Ну, мы надеемся, что она будет, в общем-то, традиционной, без всяких изысков. Да, это будет классическая постановка, потому что, мне кажется, что нынешнее время мы уже немножко подустали от того, что Татьяна ездит на роликах, или Онегин выезжает на Мерседесе на сцену. У нас в этом плане все, никаких новостей не будет. Немножко изменено либретто, совсем чуть-чуть. У нас введена еще одна героиня, которой никогда не было в классическом варианте пьесы. Вот, но, мне кажется, это только на пользу, только на плюс. А так, музыка вся та же, либретто тоже, костюмы исторические, красивые, все, так сказать, начало 20 века или конец 19-го, так что все у нас должно быть хорошо. То есть, я так понимаю, что именно особенность в том, что никакого вот этого стиля модерн, ролики, скейты. Нет. На самом деле, слишком много уже вот этой какой-то тематики осовремененной. Мы с прежней этой речи, которая веселит, шутит, смеется и радует всех зрителей. Смотрите, я вот всегда, когда хожу в театры или в кинотеатры, я вот себя, как бы, скажем, настраиваю на спектакль или на фильм. Ну, чего-то ожидаю от него. Вот. Как настроиться вот на ваш спектакль? Ой, очень просто. Приходите получить море эмоций положительных, увидеть красивые костюмы, увидеть красивый балет, великолепное пение наших ведущих солистов, игру, да, оркестр прекрасный. Вот просто приходите с позитивом и откройте душу, откройте сердце и отдайтесь театру на эти два-два с половиной часа. Как проходит премьера? Мне всегда было интересно, понятно, репетиции, репетиции и так далее, потом в костюмах, да, проходит прогон полностью. Есть люди, которых приглашают для того, чтобы, ну, вот, прогнать, скажем так, финальный вариант или только все внутри театра? Сереж. Ну, как прогнать? Все внутри театра. То есть никто из зрителей не приглашается для того, чтобы проверить на них? Нет, у нас бывает. Бывает. Есть понятие сдача на мам-пап. Вот такое есть. Как бы разрешается привести родственников, желательно друзей не приводить, но вот родственников мамы-папы можно посмотреть. Люди, в общем-то, которые доброжелательны и которые, конечно, немножко будут критиковать, но так, не сильно. Вот их можно. Но так, да, есть такое понятие. И бывает такое, что происходят корректировки спектакля в зависимости от объективного мнения первого зрителя, скажем так? Я думаю, что зритель на это повлиять не может. Бывает так, что режиссер выходит в зрительный зал и видит реакцию зрителя, и тогда сам вносит какие-то корректировки. Потому что если мы будем следовать, так сказать, за мнением каждого зрителя, у нас 1200 человек в зале, вы представляете, это мы тогда просто никогда не выпустим спектакль. Невозможно. Ну, интересно, да, что ли? Безусловно. А как вы готовитесь к премьере именно? Есть какие-то ритуалы там, может? Ритуалы? Да нет никаких ритуалов. Надо выучить тех. Это главное. Хорошее здоровье, настроение, голос. Ну, может, какие-то, знаете, как у хоккеистов, они не бреются перед выходом. Нет, это дело все в том, что постановочный процесс, он очень длительный, это 3-4 месяца, если мы не будем бриться, стричься, это тяжело. Да, ну, есть моменты какие-то, например, нельзя, чтобы роль упала на пол, если упала, нужно сразу на нее сесть. Это у всех ведущих, кстати, это, наверное, из театра пришло. Если падает сценарий, неважно в каком-то виде, нужно присесть на него сначала и потом поднять. То есть, а, я поняла, откуда это все. Слушайте, ну, настоящий ритуал. Есть, конечно, какие-то там вещи, типа того, что на кого разводят, там, кто, можно, некоторые простраивают, кто выйдет на премьеру. Ага, на него развели, значит, он пойдет на премьеру. Нет, вот поставили так в этот состав, значит, это борьба, конечно. У нас же, мы же не в единственном составе, у нас дубли. Вот, поэтому нужно приложить огромное количество усилий, чтобы доказать зрителю и, прежде всего, режиссеру, что ты лучший, что ты должен выйти на премьеру. Хотя очень сложно было пройти. Слушайте, а вот, знаете, в современных каких-то фильмах, да не только в современных, показывают, что актеры вот из-за этой борьбы устраивают друг другу за кулисами какие-то неприятные моменты. Ну, по-честному, бывает такое? У нас нет, сейчас нет. Нет. Было, правда? Это было давно, конечно, когда еще топ-поколение работало. То есть борьба была? Мы жаловались, там как-то убирали своих конкурентов, но не так сказать, чтобы совсем, вот. Киллер нанимали за кулисную. Нет, у нас, вы знаете... Я должна сказать, что у нас очень доброжелательная труппа, когда вот мы часто приглашаем гостей петь какие-то спектакли или принимать участие в наших спектаклях, люди приезжают и удивляются, почему у нас, говорят, нигде такого практически нет вот в России. Такая доброжелательная, такая семейная обстановка, вот у нас так. Хотя, конечно, бывают всякие моменты. Слушайте, так интересно попасть к вам за кулисы, это какая-то невероятная жизнь. Скажите, мы можем прямо сейчас для наших зрителей, я понимаю, что еще премьера не состоялась, исполнить, может быть, какой-то короткий кусочек. Три строчки можем сейчас. Мистер Эйкс, мистер Эйкс, все только и говорят об этом, мистер Эйкс всегда в маске и всегда молчит. Это подозрительно. Говорят, на манеже он творит чудеса. Не спорьте со мной, порядочный человек лица не прячет. Но в цирке Пинелли всегда шлак. Чем хуже для нас. Он переманит всю нашу публику. Вашу публику никогда. Ах, как порою мы беспечны счастье, Ведь не бывает вечно счастье, Как мотылька полет, Лишь вновенье живет. Всех нас любовь чарует, Это ясно каждый. И с нас ревнует, Но напрасно знайте, Что для влюбленных У нас всегда открыта дверь. Друзья, это просто невероятная энергия прет от этих людей. Если вдруг что-то пропустили, Заходите на сайт нашего телеканала Кубань24.TV